Дорогие друзья, мы возвращаемся к вам с новой порции доты. Наконец-то, наконец-то, вторая игра, вторая карта. На данном противостоянии Na'Vi против Team Sexy. Первая карта. Велиссива. Да, ну здесь выше всяких упал, на самом деле, перформанс от команды Sexy. Честно, не ожидал от них такой прыгни, не ожидал, что они смогут навести столько шороху в этом матче. Но, во-первых, Нефрид, да, очень классно разыграл пару от своих блокхолл очень точечно. Первый был такой себе, когда он в соло-тимбера, помнишь, выдавал, но потом после этого все блокхоллы были прям в цель. Причем один даже нечаянно у него получился, он хотел в соло-тимбера, а получил еще дополнительно Свена. Что это, конечно, была ошибка Эджигетсу, но ошибки как бы нужно наказывать, это тоже нужно уметь. Но, в целом, из плохих моментов, конечно, от этого погони за Квапой, после того, как они не носнули героев, мне кажется, там немножко Меложуль их просто за нервишки потрепал. И, возможно, сделая они чуть более надежно, у них шансы были бы повыше. Все-таки по ощущениям показалось, что в том моменте можно было получить больше профита. Хотя Меложуль молодец, он запушил все линии и не дал зайти на ХГ. Ну, соглашусь, соглашусь здесь с тобой по поводу того, что кто молодец, кто нет. Но давай уже перетекать плавно к следующей карте, потому что следующая карта обещает быть не менее интересной. Ребята все-таки поняли, каково это играть друг с другом, и что легкой прогулочки для обоих коллективов не получится. И что им придется играть вот такие игры жизни. Игра просто супер, не знаю, чем ее затмить. Не знаю, что может перебить впечатление после первой. Наверное, что-то на уровне этого может быть даже... Да не, не знаю, правда. Очень понравилась игра «Миража», да? Он пришел на линию, он из первых пяти патчек крипов пропустил двух, заденайл. Если я пробовала правильно, 12. То есть он половину всех крипов у противника заденайл против КВП стоя, и при этом еще добил всех, кроме двух крипов. Это прям офигенный результат. И он очень хорошо раскрылся, как и герой, и как игрок в этой карте. У него были отличные соло-моменты, были отличные моменты командные. Но вот немножко не хотела, не пошло. Но стоит отдать должное Милажулю, который, черт побери, ну не знаю, в такой ситуации, где тебя SF настолько потрепал в мите, по нервишкам пощекотал, да, камбэкнулся, и потом стать по-моему, по-моему, в этой карте. Очень, очень хорошо. Да, соглашусь. И поэтому мы действительно уже переходим с паховальбы за эту команду уже на другую. Надеюсь, что и в этой карте будет отметить чем Миража, да? Надеюсь, что и в этой карте он себя покажет отлично. Ну а пока мы ожидаем, дамы и господа, драфтов. Я хочу лишь напомнить про новую крутую фишку от VinLine. В приложении можете выбрать любимый клуб. И помимо выбора любимого клуба, как такового, вы можете накапливать баланс с другими членами этой команды, то есть с другими болельщиками этой команды, да, которые тоже объединяются все вместе. Баланс от вашей ставки, вот такой процентик, идет на вот такой вот капитал огромный клуба. И в конце сезона вместе с другими ребятами вы решаете, на что пойдет этот накопленный вот капитал, который вы с ребятами другими сделали. И, конечно же, конечно же, новая фишка, еще дополнительная какая-то фишка, это то, что теперь на любимый клуб действует повышенный коэффициент. То есть теперь именно ставка на вашу любимую команду будет еще более выгодной для вас. На фрибете, который только что показал нам, уважаемая Valora, на 10 тысяч рублей от Twinline ждет вас уже по баннеру в описании трансляции. То есть вы можете уже зайти и кликнуть на него, и уже инвестировать первые денежки на развитие любимого клуба. Ну а мы ожидаем подные зарубы, подные зарубы, поднющие зарубы на второй карте данного противостояния. Я вот смотрю, какие герои у нас вообще за время 2-го дивизиона не пикаются вообще в принципе, да. Их на самом деле огромное количество. Из того, что меня сильно удивляет, допустим, Шейкер. Потому что герой и в паблике, причем в паблике даже самого высокого уровня, выигрывает очень много игр. И иногда даже пикается вот как закрывашка, как это жадно таким мидерам, которые не имеют мобильности. Очень удивляет то, что не пикается Valora. Мы только что ее видели вместе с QR-кодом, но мы не видим ее в принципе в играх, хотя герой вроде как тоже рабочий. Понятное дело, там всякие дазлы и прочие, они все мертвые очень, как персонажи. Но вот именно из того, что должно появиться, я думаю, под конец, наверное, еще лишь рачок, потому что его бафнули. Возможно, Марс, потому что Марс неплохо против Медозы смотрится, да. Возможно, появится Рейзер. Вот Рейзер, хочу тоже увидеть, его там подняли. У него теперь 12 секунд действует, кстати, клинк на старте. И я вот, помнишь, говорил про цикличность Меты? Вот сейчас, видишь, вышел вперед немножко МК, как ответ на Тимбера вместе с СФ. И вот на МК, на самом деле, Рейзер является отличным ответом, потому что он на линии один из многих, кто его просто перебивает. Он ему вообще крипам не дает подойти. Это может быть как миди, да, матчап, это может быть такой сложный матчап. Сложный для Рейзера на третьей позиции и легкий для МК. Так что, в общем, ожидаю, ожидаю новых адаптаций, потому что мне нравится следить за развитием в Доте именно в плане Меты. Я с тобой, кстати, согласна. У меня тоже есть такие герои, которых я хотела видеть. Там, допустим, тот же самый Огар Тройка подзабытый. Да, то есть, это какие-то там Никсы, которые теперь вообще не берутся от слова совсем. Клинкс. То есть, ну, в общем, много персонажей, которые очень классные, но вот такие как будто забытые. Я еще хотела обратить твой взор на то, что перестали брать Блотсикера. Он постоянно сидит в бане или вообще на него внимание особо не вращает. Чаще всего в бане. И вот именно такая частота банов, как ты думаешь, с чем связана? Потому что раньше частота банов была в разы меньше у него, чем сейчас. А его, я вот, по-моему, за прошлые две карты его даже в банах не было. Я не уверен. Был. Был? А, окей. Ну, герой, я согласен с тем, что он сильный. Но мне кажется, на него нашли управу в виде нулифайера или шаттодемона. Вот этот нулифайер и слэш шаттодемон, они прям очень сильно руинят многим героям игру. Ну, включая Блотсикера, включая Ухсу, включая там какого-то, даже Свена немножко, он без ворка играет, ему неприятно. Ну, без дополнительного армора. Там, Макаке тоже, мгновенно, снимать. Но мы будем переходить сразу же к драфтам. Непосредственно будем смотреть уже, что именно будут пикать игроки. Они у нас на экранах. И посмотрим. ФП за Нави. Ну, надо отвечать штормом, наверное. Возможно. Дорогие друзья, драфты второй карты. Нави против Team Sexy. Начинаются прямо сейчас. МК Бэтрайдеров в банах, соответственно. И уже Тимберсову в Бангальер отправили вслед за ним. Пока пик пугны. Можно забирать себе шторма. Или же брать дефолтного сайленсера как ответ на того самого шторма. Почему бы, собственно, и нет. Тоже работает более-менее хорошо. Но Медузка, точно. Открытая дуза. Развязывает немножко руки. И берут себе дузу. Сверху могут брать антимага. Ребята, прямо сейчас. И мне кажется, это будет вообще норма. Вполне себе. Потому что антимаг открытый. И я бы хотела посмотреть это классическое дерби. Антимаг против Медузы. И что, добираю, да? Против пугну на самом деле. Герой классный. Ты можешь в любой момент снять Decreepify. Ну, действительно, антимаг сверху нравится. Ну, это просто вынужденная мера. Причем, играют же антимагом даже иногда в миде. Играют на третьей позиции, если вдруг вынуждает того ситуация. И где-то хочется другого керри заполучить. Из таких контрпиков против Медузы. Ну, Дарксир еще есть, может быть. Может быть, они сейчас просто каждого-нибудь. Антимаг. Антимаг. Хочу увидеть антимага прямо. Нет. Они решили не отказываться от своих планов. Тогда сейчас увидят улетевшего в бан антимага по-любасу. Антимаг, Дарксир, Шадо Демон, да? Да. Открывающего кого? Нет, они уберут антимага Дарксира и пикнут себе Шадо Демон, если противник не забанит. Потому что им Шадо Демон хорошо смотрится. И после этого ты можешь уходить на пост-тренера. Если сейчас так не произойдет. Лист пока. Антимаг. Ну, кто бы, собственно, и сомневался в отсутствии этого персонажа на данной карте. Коля, он дожил до второй стадии банов. Такс, у Навита открыто получается 4-2 или 5-2. У Тим Секси 1-5 или 1-4, да? Получается, открыты еще 2 группы позиций и по одному саппортику. То есть сейчас как раз-таки придется раскрывать саппортов, но скоро. И для Тим Секси, скорее всего, могут открыть мидера, чтобы уже видеть матчап. То есть какой-нибудь там Эмбер тот же самый, более-менее нормально. А для Нави можно будет открыть, получается, сложную свою, чтобы тоже уже линии более-менее выстроить. А тебе не кажется, что вниз пак хорошо смотрится? Хорошо. Да, он и шторма кроет, и для Windows сетапит, и по игре, в принципе, контроль дает. Вот я думаю, что сейчас пака, наверное, нужно убрать, Нави, для того, чтобы штору вообще прям полный карпланш имел. Шадоу Демону вниз относительно хорошо, как я и говорил. Пока Эмбер. Но тогда у тебя связка саппортом очень такая. Эээ, типа, Венчандра с Шадоу Демон. Нет. Наверное, немножко впаду такими играть, если честно. Пока Эмбера. Убрали. Эмбер хорошо смотрелся. Думал, пока не так сильно боятся, как Эмбера. Точнее, наоборот. Ну да, все правильно. Правильно. Так, с 7 секси, штабы предпринят. У них еще довольно много ресертайма. Они как-то даже не особо Брэдмазер подбанили. Ну, СД надо брать, наверное, сейчас. Я думаю, что это был бы хороший пик. Вполне себе. Да, саппорт у тебя и, по своим словам, но все равно этот персонаж, который хорошо скидывается с Медузой, ты можешь быстрее фармиться в любом случае. Плюс ты не получишь этого персонажа против себя. Это тоже очень важно. Ноль станов просто на саппортах. Меня так смущает, когда ноль станов на саппортах. Можно взять Рубика какого-то. Вот Рубик тоже неплохо смотрится. Лейвдрейн украсть тривиально. У тебя вряд ли будет у врага пугна с линкой да какой-то. И этим лайвдрейном потом вливать в Медузу с огромной ранжей. Очень приятно. И стан есть. И Фейдволд хороший. Вот Рубик тоже нравится. Теки садить. НЧА, короче, топ. Ассо. Но вот... Это вообще без контроля, кстати, персонаж. СД сверху надо тогда брать. Или Оракла. Нет, ладно, Оракл. Оракл пугнут тоже такое себе. СД. Надо брать СД и вынуждать Медузу не собирать скадон в этой игре. Я думаю, что план надежный, как швейцарские часы. Можно забрать ПЛа, пока дают, да? Или Нагу. Вот кого-то из этих двух можно. Хорошо. А во флейн чего хочется? Что-то такое, что может позволить себе собрать ранний лотус. И при этом не пострадать по хп-шечке. Нравится Андерлорд. Андерлорд классно. Чтобы резать урон просто. Рубен. Ну, два из двух. Кавай, давай сюда руку. Блин, в другую сторону. Да, короче. Давай сюда руку. Ну, мы с тобой два из двух, я считаю. Один, как бы, мозг на... Ну, Рубен засекьюрили чуть-чуть. Да, Рубен, почему хорошо? Потому что не получишь ты его себе в ответ, не получишь ты в Датсендерстрайк. Я не помню, кто точно, но кто-то из команд точно играли на Энчандерстрайке позиции. И в случае чего, да, если увидел там этого Андерлорда, можно фликсануть, купить себе Рубика. Ну, в смысле, пикнуть Рубика и поставить Энчу на тройку. Тоже герой плотный, может разыгрываться. И тогда у тебя есть Рубик, который ворует Фаршторм, который вносит миллион урона и убивает Андерлорда чуть-чуть не в соло. Но здесь решили, что не хотят против такого играть. Появляется Рубен. Керри открыли, значит, мид-мид. Сейчас открывать. До сих пор пак не импонирует. Хотя есть чем ловить, на самом деле. Водь Спирит. Плохо. Я вчера тоже после игры у нас, только не с тобой я комментировала, комментировала с Мега МБ. Там у нас был Водь Спирит, он проиграл. И в чате я увидела мнение, что сейчас Водь Спирит в игре не выигрывает. Вот, игры не выигрывает. Поэтому, на самом деле, частично согласна, что сейчас он, ну, заметно осла. Правда, его сильно подрезали в патче, так же, как и подрезали в Эрку, ту же самую, там, Абадончика, Магнуса. Вот. И Водь Спирит это тоже самый один из тех парней, которого тоже не оставили без заменений. И очень грустно наблюдать, как герой прямо с имбищи и ферст бана или ферст пика героя превратился в того, которого берут очень редко сейчас. И, как правило, но вчера он у нас не выигрывал. Вчера он у нас проиграл. Хм, нет, я просто смотрю сейчас чейндж логи. Забрали у него один силы, да, 22 хп потерял. Пережить можно. Получил минус 0,3 сила за уровень, получил минус 0,8 интеллекта. То есть 1.11 стата, в общем, он потерял, если при пересчете, это 7,7 урона за уровень потерял. Раньше он получал по 5,5 чуть ли не, сейчас получает по 4,5 плюс-минус. На самом деле, по ощущениям, герой по-прежнему рабочий. Может быть, не имба полная, но он рабочий. Проблема в том, что он стоит мид против шторма очень плохо. Из того, что я помню, из того, что мы видели. И тут у Миража не будет такого старта, как на прошлой, где он с эфом просто уничтожил Миложуля. Но, с другой стороны, этот старт все равно не помог выиграть игру. Поэтому, как ни взгляни, везде есть свои истержки. Снизу осталось добрать троечку, сверху осталось добрать единичку и будут ее брать. Какие варианты есть? Есть Нага, которая соберет диффуза. Есть ТБ. Есть Морфлинг, который будет красить статы те же самые. Есть Джага. Есть Муэрта. Морфлинг нравится. Джага не нравится. Морфлинг нравится. Есть еще там какой-нибудь Урса, который прыгает на саппортов, быстрых убивает, убивает Ничу, убивает Сайленсера. И потом они... Он же через диффуз может играть, в принципе, тоже. Они вроде как-то так и разыгрывали наши Гетсу. Я не знаю, насколько они готовы в такое играть, потому что это супер рискованно, это может закончиться плохо. Но это зато может начаться очень хорошо. О, Вэрочка, кайф. Окей, позвон Вэрка. Мне не нравится Вэрка. Почему? А я подрезаю очень сильно. Она теперь... Они такая имбалансная. Они теперь... Виндран тебе дает не 70%, а 50% уклонения. Теперь фокус файер тоже ослаб. И я как-то вообще... Мне прям честно не зашло. Без стеснения. Тим секси. Виндран тебе придется ему дает 100% уклонения. И вот исполить можно. Он теперь с аганимом просто не дает тебе дополнительный физрез. Да. Да, физрезистанс. Там 35 есть процентов, но это не так, чтобы важно. Да, фокус файер подрезали, но там немножко забрали атак спида, немножко забрали силы за уровень. Честно, герой как был, очень сильно так он и остался. Тем более у него... У него очень много просто разных билдов есть из того, что он универсал. В этой игре в теории можно разыграть через тифус. И просто бегать за этой недузой, искать ее и уничтожать. Ты можешь играть в дефолт через Атос против Войт Спирита. Тоже никто тебе не запрещает. У Верки в этой игре реально из таких крупных проблем только энчантрос, если она дисплейдит ей диндрана в какой-то неподходящий момент. А так она с БКБшкой и Глеб Ниром или с БКБшкой и Диффузом живет хорошо, убивает, ну, плюс-минус любого героя. Ладно. Я не буду тогда спорить. Просто все равно останусь немножко при своем мнении, что сейчас мне она нравится в разы просто меньше, чем нам нравилось. Допустим, патч назад. Если рассуждать этим секси, что же им сейчас предпринять тройки визаж, визаге для нефрита. Ну, в общем, честно сказать, я за этим секси. Думаю, один-один. Не, я просто, я, пожалуй, не соглашусь. Я не верю, не вижу большой веры, допустим, визажа, да, у меня нет. Да, он на линии будет плохо, но против пуганы на самом деле сложненько. Мы посмотрим коэффициенты, которые были при матчем, это вот до драфтов. Мы видим, что было 1-3-6 на Na'Vi и 2-71 на TeamSexy от наших курсей из онлайн. Я думаю, что после драфтов немножко изменится. Вот ты говоришь, что тебе нравится больше снизу трав. Я понимаю, тебя я с тобой даже в какой-то мере согласен там все-таки Медуза и очень сильный потенциально будет спирит. Просто, а, мне кажется, что Na'Vi играет лучше, ну, это факт, они просто играют лучше. И даже если там у противника преимущество по драфту, это не обязательно преимущество будет по игре. И B, порезали в Итспирито, порезали в Р-ку, и тот и другой герой стали слабее. Но вот в прошлом патче я бы поставил на в Р-ку, и я вот в этом патче тоже поставлю на в Р-ку. Ну, просто в Р-ку. Блин, ну, герой очень сильный. Ну, хорошо. Тогда мы твой предикт забираем и отдаем тебе действительно 2-0, а я ставлю на 1-1. Оставлю себе немножко такое пространство для того, чтобы... Мне кажется, что Медуза раскроется. Все-таки для Медузку я немножко переверегла местечко в своем сердечке. Ну, а мы, дорогие зрители, уходим на вторую карту противостояния Натус Винсера против Team Sexy. Всем приятного просмотра. Пошли уже типы. Такие вот классические в начале. И пока тратят всевозможные бафы, которые можно было бы использовать во время игры. Сдавайте, пишет Тилзер. Не, ну они просто знают, что это как спортсмены, там, перед тем, как начать матч, начинают там друг друга подбадривать, кричать, руки в наш в центр складывают для того, чтобы там какой-то отчитать какую-то... Как они называются? Речевку, да, по-моему, они называются. И вот настроиться на игру. А, речевку? Подожди, что за речевка? Не очень поняла. Ну вот показывают, и часто в фильмах собираются команды перед матчем. А, я поняла. Все руки складывают. И там что-то кричат, там типа раз, два, три, и там что-то... Название команды иногда трещат, я слышал. Да, или название команды, или там какой-то, какой-то слоган свой. И вот, возможно, это эти типы, это как раз-таки для того, чтобы сбросить немножко, да? Смотри, об серверы уничтожили till the end. Мне понравилось, как в РКП что нет, сайленсера. В общем, вообще не боятся сидеть по всему. Поэтому, как-то так. 80 секунд до старта, будет ли тут вообще враг, First Blood, но знаем, что будет точно, будет точно от Dota 2.ru. Рубрика раскопали. Team Sexy теряет наименьшее количество обсервер вардс в ходе 2-го дивизиона летнего дпс восточной Европы. Встреми за карту восточноевропейский коллектив лишаются 6-ти желтых вардс. Ну, как-то так, но зато тут разменялись, если что. Минус 1 произошел с одной и с другой стороны. Правда, First Blood произошел первым, именно у команды потеряли Enchantress первым, но потом погибший Детсу. Да, когда теперь без Ресов стоит не филит на линии, потому что три Соло Сапшена выдал, на секундочку, да, и с First Blood приходит на линию с Брейсером дополнительным, я уверен, ну или чем-то таким, ну наверно должен быть Брейсер. Да, а, он просто себе купил трицер-клетки мужчина. Но я, по часу игрок, предпочел, наверное, Брейсер, потому что Реген халявный. Ну да, ой, какая насмешка. Ты видел такую раньше насмешку от VR-ке? Ей нет. Она-то у нас какого-то как Миндоса, да? Ну, почти все насмешки не знают. Не знаю, правда. Да, выглядит круто. И музыка такая приятная, звук. Да, да, да. Мне нравится у Blood Seeker, где он там такой прям балетной музыкой, где он там тоже что-то исполняет, вот это классное. Бесила меня насмешку на Текеса, который постоянно это же и эти звуки отвратительно. Который где он там кричит да, 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 вот эта тема. Тут, кстати, на самом деле Грейв Чилта похороны или Solo Asception, Solo Asception это был от нефрита. Похороны для пугны не ожидал он такого напалма и причем ладикранит в него даже две штуки залетело. Уничтожают морально пугну и физически тоже на самом деле, но VR-ке это никак не мешает, у него 9 крипов в то время как у VR-ка4 всего лишь. В центре, как я и говорил, моча выгодны для Storm Spirit и вела Жуль гоняет немножко миража и эта тенденция будет, мне кажется, продолжаться, потому что не вижу как будет спирит сейчас, после нерфов стоит против своего брата электрического. 60 точнее 14 на 4 и 6 на 0. Это просто какая-то жуть для миража в этой карте. Еще и всех крипов добивает практически Storm Spirit не дает не продохнуть. Боя спирит и конечно тяжела жизнь. Шигетус опять получает тычки. Как же тут тоже больно на самом деле импетус бы еще один залетит и Шигетсу бы отправился в мир иной. 9 класс убежать от нервобласт убегает на безопасность для себя расстояния и выживает. У меня такое ощущение, что Шигетсу просто ждет третьей минуты. Вот будет третья минута, купит себе этот infused raindrops и вот тогда начнется жизнь. Потому что даже не спиран ферсблат его здесь очень сильно гоняют. Ему продохнуть не дает ни визаж ни энчантр Вендран ты не нажмешь потому что тебе его дисплеят но и вот эти постоянные гранатки постоянные полосамышные ресурсов выбивают очень много. Но третья минута это то, где можно эту линию попытаться может быть не перевернуть но хотя бы на ней продохнуть чуть-чуть. Да, это пока так. Я уже жду, когда надворс нам включат, чтобы посмотреть насколько там будет сильно. вот она как раз таки 400 монет уже разница цифры просто вскружили голову штормспириту и между прочим три топ надворцев занимает именно команда нави комфортно там для себя располагаются медуза пока замыкающая такое вот звено 1400 у нее ну уферки фактор фб а медуза она просто со временем начнет гораздо быстрее фармить это все я думаю прекрасно должны понимать это герой заточенный под фарминг и этот герой я думаю себя реализует вполне главное чтобы просто не просили слишком другие линии хотя вот я сколько не смотрю на визажа крипов герой бьет очень плохо но вот героев он бьет отлично и возможно возможно где-то там под пятый его уровень изменит ситуация на карте кстати есть атака на параллельно на двух частях карты там нападают на мелоди мелоди успевает активно гранатой шигецу хочет добить 9 класса сделать это получится через инфюз дрейн дропс он также почти не получил урона отца самшина только не досчитал он то что у нефрита тоже есть инфюз дрейн дропс и поэтому его прошивка была нерезультативной обвинялись саппортами пошли мне понравилось что пугна даже после смерти оставив после себя фарт был полезен поскольку там выдали заклинание получили в связи с этим урон забавный момент меложил на центре потиротит миража 5 на 5 уровень но мы видим насколько сильно комфортно чувствовать здесь меложил он стоит среди крипов ему вообще до фени у него уже ближе 6 уровень чем у оппонента и это тоже сказывается тело энд вместе с даниелом кстати и маликом если что он там змейка очень неприятная в конечном итоге минусует сайленсера но даниел тоже должен будет отправиться в мир иной за эту наглость и разменялись опять саппортами 3 на 4 на 5 минуте очень контактная дота нас ждет с тобой активненько активненько очень мне нравится такое и я вижу что и один и другой коллектив готовы играть причем смерть телзенда на самом деле не такая страшная потому что в мире он рефилит потол а из-за этого немножко можно было работать поломила жулю а его даже не получится забрать все-таки а там рефилит еще и даниел тоже с вами тиммейтов но паралит этим внизу таки смогли купить мелоди но мы надеюсь выступает разменной монетой он меняется на фарм комфортное существование для варки и тачит в себя абсолютно все заклинания я вот сейчас видела статью в течение часа сегодня 5 героев которые легко забирают терминтера представляешь в этом патче такие есть это обсудим после того как нам покажут кайфы на эту карту и посмотрю как чем закончится эта битва 127 на navi 308 на team sexy такие вот коэффициенты сейчас на данный момент первый team sexy как пилишь особо нет а вот в дн-класса тоже веры не имеется погибает здесь саппорт команда team sexy еще больше увеличил коэффициент команду своей смертью короче какие герои хорошо забирают джиггернаут текис урсам абадон темплар ассасин и гримстров представляешь да это из-за аганима а из чего он делает иллюзию копию врага и посылать ее на торминтера оказывается из-за непонятной механики иллюзия саганима не получает урон от торминтера она же в бкб находится ну да условно все убирается в одну вещь чтобы вот иллюзия была сильная что она справилась вот но если думаю что это иллюзия какой-нибудь медузия вполне себе справиться да вообще грим недооцененный я бы форш уже пугна в трендах да и и блин пугна грим это такая комбо жесткая ну ладно ее может быть распробует может быть я просто и перехать вот еще пишет что очень хорошо на слордаре забирать и на тролли ну это просто два героя которые не играют вообще отслово совсем а вот кстати нефрит сейчас расскажет как он играет в эту доту у него фокусфайр завязали ездит крипифай и все это дело снялось с него и тут шигетсу очень больно между прочим нет он до сих пор пытался добить нефрита отошел на безопасное расстояние визаж подошел стянул на себя шигетсу и шигетсу забирает правда в ответной стороне забирают лдн разменялись на размен больше конечно в стороны команды они все-таки забрали шигетсу на минуточку и там есть горгулии появляться что уровень визажа появляются его приспешники которые будут летать вместе с ними далеко очень пошли у нас нави пытались потава разбрать визажа получили перетяжку от миража ничего себе даже получилось но опасненько опасненько разыграли но при этом преимущество сохраняется верк по-прежнему там в топ-3 нетворса андроорс вообще топ-1 шторм продолжает доминировать фармить и очень сильно просел санец а с течением времени если особенно да получишь 6 пугна мне кажется просто пугна готов играть чаще и вот на этом можно особенно такому массивному коллективу октаве разыграть мелоди правда 6 если вы будете добирать чуточку позже на инклаза не погоня есть еще и риф сюда будет перетягиваться андерлорд и возможно они будут кушать а возможно он здесь просто декоративный ну да возможно декоративность тоже нужна саппортом 1-1 размин на пока ведут 2001 уже и как-то пока все на ленинг стаде складывается хорошо но у тим секси тоже проблем особых нет там медуза она разгонится в конечном итоге мы это все прекрасно понимаем медузе надо пережить вот этот вот слабый для нее период времени потом она будет сильна там пытаются сделать слабую очень вверху потому что вновь на нее выход на 9 класс вместе с миражом урон плюс диспел от виндрана вообще гетту такое не переживет по моим ощущениям еще и сайлинг сразу сюда стянули но вот хейтеры обошли его со всех сторон сейчас снимут с него нет шигетсу снова через деревья но этого недостаточно и пытался конечно уйти но потеряет интеллект потеряет немножко статов мелоди был не в позиции как нам показывает обзервер для того чтобы сейвить своего тиммейта он хочет добрать свой шестой ну вообще прочитать этот момент наверное можно было с одной стороны а с другой стороны ничего критического снова опять же не произошло потому что миража сейчас разменяют астрал степов у него не имеется решил прийти сюда стилзен дополнительной вышкой на торте и даблкил оформляет нави в размен на верку потеряв при этом скорее всего нижний тавр потому что нефрит здесь с ним разговор имеет короткий да нефрит но это визаж это задача визажа главная забирать товара все таки горгули вместе еще с энчандрос то есть какой-то крип рядом также будет блуждать поэтому я думаю с вышкой разговор будет короткий правда пришла там дефать верка шигетсу ненадолго отгнул врагов от вышки но все это дело временно потому что как только он уйдет а ему придется уходить с этой линии рано или поздно вышка под определенную волну крипов падет ну а тем временем у вас есть отличная возможность получить прибыль до 10 тысяч рублей от наших друзей из венлайн отсканировать qr-код который вы видите у себя на экранах более того под трансляцией есть баннер кликов по которому вы можете скачать приложение в котором куча интересной статистики есть история противостояния команд и много всего другого интересного то что качайте убеждайтесь в этом сами а там по-моему ничего найдут да да ничего вроде как нашли ничего пытается убить 9 класс подставляется немножко но не критично мелоди получает глобал миложуль у него был иллюз в атле и тилзенд глобал не результативный цепляется еще и мираж мираж пытается вытянуть симилейте он наносил урон по мелоди мелоди вообще ничего не боится просто полностью раскостовывается под аркейн кёрстом потому что понимает что в эти мейтед смогут добить миража за миражом погоня кончилась мана на меложуле но не страшно он и без маны в принципе готов драться 3 в 1 размен пользу команды нави и трипл фраг именно для меложула вот что важный момент то есть именно себе шторм забрал этот фраг Малик перетянулся сюда на портале если что это не супер крутая идея потому что три игрока уже здесь и готовы забирать и соло сапшн и вообще-то они все-таки смогли добить здесь Малик окей и Даниэла тоже должны разбирать есть замедление есть контроль и есть фраг по Рубену минус 2 ответ на другой стороне линии как будто три игрока хотят выиграть в нави а два нет но они занаглели они объективно занаглели они думали что они неубиваемые в какой-то мере это наверное правда да вот допустим Медуза их убить не может там Войт их убить не может но зашел магический урон экзажа его достаточно Тил Зен провешивает Аркейн Кёрс но с руки Меложуль добивает потому что он под хостой параллельно с этим замечаются Тира 9 класса понятное дело за ним никто гнаться не будет да и за 9 класса наверное тоже не хочется идти потому что 6 имеется да нам показывают уровни 10-10 10-й для шагетсу только что обнутый и по саппортом то есть все 6-6-7-7 и вот уровни грыз происходит в 7 джессу если что 7 джессу неприятно 7 джессу больного лишает всей маны и погибает Медузка забавное количество золота получил Мелоди за дузу ну вообще он не должен был тут фармить да по ощущению да есть сейчас стенки которые вот эти вот супер безопасны для фарма там понятное дело не так эффективно но безопаснее намного есть ancient и в другом месте тоже у стены только у другой ну вот здесь немножко 7 часу решил сыграть эффективно получилось чуть менее чем хотелось бы Медуза просила Медузка просила такой фраг на ней был сделан сочный явно не ожидала такой подставы еще и там кажется нет тпшки потому что идет шагом и есть смог от команды Team Sexy пошли искать блуждать но Na'Vi на самом деле сосредоточились очень грамотно по 14 минуту под именно руны Виздома и вот кстати 7 джессу надо быть очень-очень аккуратным тут есть вардик он идет на Виздом будто почел что-то неладное ему сказали все-таки его тиммейтер что тебе ходить туда не стоит и я поняла на что похож звук этой насмешки на заставку Windows 7 там тоже вот такой же как ноутбук включал или там компьютер такой же прям аккурат 14 минута забрали Виздома по две штуки в общем Na'Vi по XP идут прям шикарно все саппорты не проседают это то чего не хватает команды секси есть нападение на нефрита сюда еще и портал ставится летит андерлорд Малик уже особо и не нужен был здесь честно говоря можно лететь обратно да формить причем забрал он с собой еще кого-то а он забрал забрал с собой между прочим троих там и шторм и пугно перетянулись пугно захилил дал ману шторму тем временем Даниал соворовал астрал степ это гораздо лучше чем сплитшот с которым он бегал до этого это я гарантирую и возможно сейчас будет какая-то еще очередная попытка выйти в агрессию правда вот внизу находится соло верка для нее эта позиция вообще немножко опасно но и никто не наказывает пока да пока да никто не наказывает зато заказывает till the end и наказывает они вместе с мелажулом очень много делает работы шторм который бегает постоянно и мне нравится что рано стал подключаться шигетсу постоянные притяжки от керри команды на вид как ты сказал его не наказывают и наоборот помимо ненаказания еще и мелажил до последнего за миражом подожди смотри что происходит свой спиритом он думал идти безнаказанно курьер там забрал это как бы классно думал знаешь хайлайтик сделать что вот я бы от всех ушел а нет а нет маны там более чем достаточно и эта самая функция пугны пылесосы такого бюджетного помогает сейчас восстановить все ресурсы товарища шторма давайте кэфа глянем 111 на 457 от team sexy кэфа в принципе без коризни наклонится в сторону рожденных побеждать тут есть global silence nine класса до сих пор спасли есть еще и не фрит много урона валили поэтому что он погибает есть 673 монеты для тилы энда гоня файл отсюда мелодина минон подтягивают все в принципе минус 2 получили нами отступили очень крутая реализация была только что global и заметь позицион когда какая крутая была у сайленсера он там за елочку спрятался ждал до последнего ждал когда нападут на кого-то другого а не на него потому что мы не в коем случае нельзя представляться и после этого выдал global но параллель всем что выдавал global он еще и мог вносить урон не 30 сейчас соло погибнет пришел сюда на секундочку маленьк для того чтобы поворовать экспы возможно поможет немножко с птенцами зажа но не более и несмотря даже на то что только что была такая неплохая ответочка от тим секси они все равно продолжают терять свои герои шигетсус зарашил просто прикольно первой шмоткой 7 джессу поймали но не смогли не смогли качественно привязать его хотя бы сайленсера решили наказать знаешь как не получилось съесть 3 покрупнее маленькая в принципе тоже пойдет какой интересный билд если честно такое вижу по-моему впервые что настолько сильно рожат аганим то есть обычно ты видишь что он да ты видишь либо глибнир либо глибнир матча по противендузу иногда собирается дефуз вместо глибнира и после этого добирается бкб как защитная опция или линка если вдруг линка приоритет против мастера против лассо от бэтрайдера но вот он так вот интересно разыгрывает цепляет сейчас на инкласса на инкласса никуда не уйдет понятное дело цепляет в параллельно с этим еще и сайленсер сайленсера тоже не отпускают пытается уйти отсюда на симилейте мираж правда миложуль тоже просел мираж выйдет миложуль выйдет но вот саппорты у команды секси погиб саппортом очень тяжело продохнуть у команды тим секси постоянно ловит этого сайленсера постоянно ловит энчандрас даже несмотря на то что пассивка имеется она не гарантирует безопасность есть еще и атака по миражу мираж отсюда убежать убегает спасается бегством но это не тот вот спирит который навязывает свой темп который представляет реальную угрозу вообще далеко не тот он скорее играет такую терпильную доту тут еще и горгулей разбирают визажа которые приносят тоже свои дивиденды команды нави и вышка потихоньку падает т2 все грамотно делать вообще не хочется докапываться до этих ребят хочется докопаться до тим секси как камбэкать эту доту потому что медуза не фармит медуза боится хотя нет подожди-ка медуза фармит но она очень аккуратно фармит по лесным компам на линию особо не выходит и фарм естественно не замедляется во много-много-много раз помнишь я говорил нужно взять тройку которая быстро собирает себе лотус можно просто выиграть твердый гейм и собрать быстро лотус на четверке есть потому что он уже у Рубика и я вот только хотел сказать что в тим сексе нужно просто играть в руку глобала и наказывать шторма за время действия действия глобал сайденса проблема в том что сейчас глобал с него снимет саппорт причем с огромным кэстрейджем потому что Аркейнцу Примаси уже в 4 и все у Меложолия руки развязаны он если он даже не соберет себя сейчас БКБ а соберет себе Сэншкаю там еще что-то для убийства это даже не будет ошибкой он реально себе это может позволить да вполне себе вполне себе с такой игрой можно позволить Арчи Танчантрас ой фу ну не делайте так пожалуйста забудьте про этот предмет я так понимаю против шторма именно и улетел отсюда человечек и все и даже напасть уже не на кого тем сексе вроде хотели 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 да не вышло под активку есть Сэшка там кстати ДДшка ДДшку забрать бы тем сексе обнаружили чуть раньше забирают тебе именно Войт Спирит он будет с ДД у него есть Сабелька дальше Монта ну очень дальше да ну в смысле Монта там да а вот по поводу 9 класса его орки да это настолько мне кажется предмет не по таймингу собранный если ты собираешь его на саппорте потому что он появляется к тому моменту когда у противника уже есть какой-то диспел если ты посмотришь на Меложуля у него вообще кикбай Монта я не знаю насколько это хорошо или плохо но это интересно как минимум потому что ведь реально а что еще тебе нужно зачем тебе БКБ тебе нужно просто диспел ты можешь набрать Монту ты можешь набрать Юл но Юл тебя немножко замедляет в плане драки ты можешь собрать себе сатаник в плане как потому что мне такой себе ломается Вижн ломается Рошан готовы вырываться по наймплату проверил он что работает его Оркин действительно работает но польза от него понятное дело никакой абсолютно и прогоня продолжается со спорта команды Нави но найти никого не смогут команда секси растепешивается надо бы может быть на Виздом влететь вот так резко неожиданно сбивают ТП-шку визажу визаж нефрит нефрит отправляется покорять таверну надо Виздом забрать с другой стороны чтобы себе еще более кухо чувствовать ну или тормен отлично разделить все вместе с десером и спокойно спокойно забрать его себе забирают именно мелоди но вы дорогие друзья можете забрать себе фрибетик в 10 тысяч рублей от Валоры просто берете и лутаете его себе просканировать QR-код или кликнуть на баннеры в описании трансляции все это можете прям прожать и сделать сейчас и не забывать про приложение Винлайн в котором собрана детальная статистика сражений и анализ грядущих также битв поэтому качайте убеждайтесь сами кстати талант интересный Шигетсу он взял себе радиус Виндрана заметила на 10 его очень редко берут очевидно там же тебя гоним дает дичайшее замедление и на самом деле ну вот как раз таки теперь ты сможешь еще больше замедлить людей еще с большим радиусом то есть понятно то есть адаптировал даже талант под свой айтинг перекладка себе ванпост наложу у него еще и гиды 3 минутки я пытался все понять сохранить смысл сэншкаи ой не сэншкаи а яшикай на шторме и теперь я понял он же будет собирать себе сейчас мантул то есть он разберет яшокаю соберет себе мантул и соберет себе сэншкаю вот так вот я думаю как-то миложить будет разыгрывать яшокаю для темпа а дальше типа для диспела монта и для укрепления сэншкаи дефолтная очень крутая сборка что один что второй очень интересные протошедет очень глубоко идет находит иллюзии ну что-то как-то нашел он плохо нажимается бкб на нем и пока что он живет но фокус жули больно но он все это делал парки курсой и гораздо больно гораздо более больно понятное дело медузе потому что противник ведет уже 18к нефига думаю тоже будет в таверну но капец тилзент ты что делаешь как рубик может нажать глобал вот так игрит тилзент писал про то чтобы сдавались оппоненты ну я бы тоже тельтанул на самом деле ну здесь понятное дело здесь уже как бы ничего не попишешь идея страфтоп честно говоря у тем сексе была хорошая я с тобой полностью согласен что медуза технически хороший персонаж и нефрит там в сложной линии помнишь да на стадии ленинга они там мелоди по-моему раза 4 убили за стадию ленинга и разогнали таким образом визажа просто не хватило чего-то по моему мне не хватило управы на шторм спирита который под пугной просто по всей карте летает на ресурсах мне тоже показалось что очень хорошо действовал шторм сорян перебью по поводу шторма прям красивый плей от него то есть вообще нареканий ноль да вообще как-то к новям нареканий за две карты маловато правда может быть в каком-то моменте в первой карте было но вторая игра они прям реабилентировались безошибочно вторую серию доказали что первые ошибки были игра была не чистая но во второе то есть все как бы подчистили и спокойно завершили даже несмотря на то что у противника была медуза мне кажется что сальтер как контра пугни с штормом не зря как бы да там шигетсу с этого рофлил типа сальтер пикнул окей я с ним полностью согласен мне кажется что это плохая идея объясняю почему у тебя глобал раз в две минуты у тебя нет возможности защититься на самом сальтере если на тебя шторм летит ты где-то на вижне показался и лучше брать героев либо с инстант хиксом либо которые переживают за шторма вот я бы как-то так наверное считал ну и на практике пока что так и есть да все так противостояние закончивается в пользу 2-0 нави конечно никто особо на самом деле не удивлен скорее было бы удивление если бы Team Sexy победили бы но в общем-то 10-1 у ребят сейчас в арсенале по картам я думаю что перебить этот результат будет крайне сложно кому-либо и мне кажется что ребята в свою путевку сейчас вполне себе доказали что они готовы забирать с первого дивизион и спокойно сражаться уже там наравне с ребятами ну а мы дорогие друзья доказали что вы сегодня свою работу окончили да вот если хотите нас поддержать то вот наши ТГшки были указаны это наши ТГ каналы к которым вы можете подписаться чтобы быть в курсе того как мы там живем как мы что говорим так что если вам интересно действительно подписывайтесь ну а мы на этом заканчиваем сегодняшнюю работу поэтому дамы и господа спасибо всем кто сегодня присутствовал спасибо всем кто смотрел эти удивительные матчи первые три игры просто интереснейшие без комментариев и собственно вторые две которые были наполнены действительно сагральным смыслом и очень сами по себе оказались классными поэтому возвращайтесь обязательно сюда снова всем до скорых встреч всем пока-пока не будет пока-пока